Сегодня по-своему замечательный день, 29 июня. Чем же он так замечательный? Дело в том, что сегодня на саммите НАТО в Мадриде будет принято решение о вступлении в члены НАТО стран, таких как Швеция и Финляндия. Эти две нейтральные страны никогда не планировали вступать в НАТО. Швеция была нейтральной с 1812 года. Финляндия после Второй мировой войны боялась рассердить Советский Союз и поэтому не подавала никаких заявок в НАТО. Путин, который рассказывал всему миру, что России страшно и угрожают ужасные украинские нацисты и что он проводит спецоперацию для того, чтобы избежать будущего вступления Украины в НАТО, получил дополнительную границу с НАТО в виде Финляндии и Швеции у себя на севере. Вы помните эти лживые слова Путина за несколько дней до наглого вторжения в Украину, что это неизбежно, потому что если на территории Украины НАТО расположит свои ракеты, то они за 9 минут долетят до Москвы. Так вот хочу сказать, что из Финляндии, которая сегодня станет членом НАТО, до Петербурга ракеты могут долететь за минуту. И что теперь будет делать Путин? А ничего. Потому что его песенка спета. Потому что за последние три дня, в те дни, когда в Баварии проходил саммит Большой Семерки, подлый Путин и его генералы нанесли удар по жилому дому в Киеве, нанесли удар по детскому садику в Киеве, в понедельник нанесли удар во время заседания саммита G7 по торговому центру в Каминчуге. И весь мир, весь цивилизованный мир увидел, как Путин продолжает цинично убивать мирных граждан Украины.